всем привет продолжаем узнавать что-то новое сегодня поговорим о анубисе анубис древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации бальзамирования страж весов на суде осириса царстве мертв знаток целебных трав анубис представлялся в области шакала определенного периода развития религии древней египта анубиса стали изображать в виде человека с головой дикой собаки сап или судья или человека с головой шакала или собак а пулей упоминает о двух ликах анубиса один черный как ночь другой золотой как день в некрополе фиф анубиса изображали на печати в виде лежащего на девяти луках шакала я пользуюсь википедией в глубокой древности анубис был космическим богом и олицетворял какую-либо фазу ночного мрака отчего запад обиталище мертвых был его царством в поздний период с анубисом стали отождествлять черного пса одного из богов дуат греки отождествляли анубиса с гермесом как проводник мертвых за гробный мир иногда с кроносом первоначально она без был единственной судьей мертвых в дуате но это высокая должность с конца древнего царства узурпировалась осирисом считавшийся умершим фараоном перенявшим и титула анубиса владыки запада владыки тех кто на западе анубис в этот же период связывается с мумификацией умерших и погребальными обрядами именно анубис наблюдал с установкой стрелки на коромысле весов и решал пор навесила ли сердце покойного перома или нет в книге мертвых часто изображено как анубис подводит усопшего к весам на других изображениях весы показаны с навершием виде головы шакала анубис подготавливал тело покойного к бальзамированию и превращение его в мумию затем он возлагал на нее руки и превращал в покойника а просветленного или блаженного ну вот так вкратце о анубисе древнеегипетском боге погребальных ритуалов и мумификации бальзавирования стражи весов на суде осирис в царстве мертвых пока пока до свидания вкратце 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 вкратце